Всем привет и добро пожаловать на highnews.ru Вы смотрите 188 выпуск нашей информационной программы И сегодня мы поговорим об летдисплеях на основе графена рекордов скорости электросамолетов и много еще о чем Итак, поехали! Южнокорейский исследовательский институт в области электроники и телекоммуникации недавно объявил о том, что его специалистам удалось создать из графена прозрачные электроды для OLED-дисплея Звучит, возможно, и не очень впечатляюще, но на самом деле это серьезный прорыв для производителей дисплея Учитывая удивительные свойства графена, такие дисплеи будут невероятно тонкими, прочными и гибкими Гибкими настолько, что их можно будет запросто вшивать в одежду Технологию уже протестировали на экспериментальном дисплее размером 370 на 470 мм который является самым большим на сегодняшний день дисплеем, созданным по этой технологии Толщина графеновых электродов при этом не превышает 5 нанометров Корейские исследователи также разработали особую технологию укладки прозрачных графеновых электродов на OLED-подложках В следующем году ученые обещают показать прозрачные пластиковые OLED-электроды а также первые полностью сворачиваемые дисплеи, пригодные к использованию в быту А инженеры компании Charger разработали специальные устройства, позволяющие превратить обычный фонарный столб в зарядку для электромобилей Идея хороша тем, что не требует внесения каких-то глобальных изменений в существующий облик города Ведь чтобы оборудовать место зарядкой Charger, достаточно просто подключить ее к столбу Разработчики поясняют, что именно из-за невозможности быстро и без проблем зарядить авто многие люди отказываются от покупки электрических машин Поэтому их разработка может поспособствовать переходу на более экологичные виды транспорта Сейчас в Charger занимаются разработкой системы, которые позволят брать с пользователя оплату за пользование зарядным устройством К лету планируется оснастить устройствами столбы в некоторых районах Лондона Новая разработка испанской компании EuroCat представляет собой 3D-принтер, снабженный специальным дисплеем который позволяет оператору наблюдать за процессом печати в реальном времени и до окончания работы видеть результат Разработка может оказаться очень полезным нововведением для фабрик, занимающихся серийным производством Ведь вся информация о печатном объекте в реальном времени выводится на дисплей и специалист всегда имеет возможность увидеть то, каким будет готовое изделие и в случае необходимости внести изменения буквально на лету Глава отдела промышленных технологий EuroCat считает, что уже через 5 лет большинство крупных фабрик станут использовать трехмерную печать и дополненную виртуальную реальность Поэтому создание прототипа печатного аппарата, работающего в тандеме с VR стало очень своевременным и перспективным вариантом совместного применения этих технологий А исследователи из Японского агентства науки и технологий по изучению морских недр объявили о весьма амбициозном проекте Впервые в истории ученые собираются добраться до самых недр нашей планеты пробурив земную кору и достигнув мантии На самом деле попыток пробурить землю за последние 50 лет было предпринято немало Однако все предыдущие разы достигнут намеченной цели не удавались Японские исследователи планируют использовать специальный буровой аппарат Чикюай Судно получит установку, которая будет способна бурить в три раза глубже, чем были рассчитаны системы, которые применялись в рамках предыдущих попыток Так как толщина земной коры составляет от 5 до 10 километров, японские ученые собираются осуществить проект бурения в три этапа Сначала пробурить океанское дно на глубину около 4 километров, затем углубиться еще на 6 километров А затем у исследователей появится возможность взять обратцы из мантии Сообщается, что первоначальное испытание бурильной установки начнется в сентябре этого года у берегов Гавайи В последнее время все больше средств передвижения переходят с обычных двигателей на питание при помощи электрической энергии Помимо уже привычных автомобилей, существуют даже самолеты с электродвигателем И недавно один из таких прототипов самолетов Extra 330 LE от Siemens установил новый мировой рекорд скорости для летательных аппаратов такого класса Более того, этот самолет стал первым в мире электрическим самолетом, выполнившим процедуру буксировки планера на заданную высоту Двигатель электросамолета Extra 330 LE выдаёт 260 киловатт мощности при весе 50 килограмм При этом самолет весит всего порядка одной тонны Разработка нового двигателя была выполнена в рамках глобальной программы компании Siemens Целью которой является создание и ввод в эксплуатацию электрических гибридно-силовых систем для небольших самолетов Данная программа проводится при участии специалистов компании Airbus, которые также разрабатывают двигатели подобного класса, но уже в рамках собственной программы IFA Ну а на этом всё, с вами был Артём, ждите следующий выпуск ровно через неделю и пожелаем Насте поскорее вернуться к нам Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok